Родился Борис Иванович в 1929 году в станице Старощербиновское Краснодарского края. Узнав о начале войны, он без тени сомнения ринулся в ряды солдат и всем говорил, что ему не 12, а 14 лет. Из дома он попросту сбежал, сказав близким, что пошел в сад за яблоками. Все рванули военкоматы. Все. Все молодежь. Все. Все люди просто, понимаете, вот прямо военкоматы. В 1941 году в 26-м Одесском пограничном полку войск НКВД юного защитника Родины приняли и нарекли сыном полка. Нашлось для него и обмундирование. Выдали и карабин, а также две гранаты. В составе отряда пограничников Борис Неделько дошел до города Арджиникидзе. И вот там стали делать, как говорится, жители стали делать оборону. Блиндажи там, это все такое, все маскировать было. Самолеты проходили, да, и они ничего не видели. Вот. Была такая маскировка сделана хорошая. Через некоторое время, выяснив истинный возраст молодого бойца, его все же демобилизовали и отправили домой. Приехал, значит, и в 50-м году снова его забрали на службу. Служил тоже по гранвойсках на Кавказе уже. И вот в Черкесске он там был, значит, еще в каких, сейчас скажу, на Кубани. В общем, тоже проходил службу. Срочную службу он тоже прошел. Это вот с 50-го года. А потом по болезни его комиссовали. Боевой путь Бориса Ивановича Неделько длился с 1941 по 1943 год. И воспоминаний о страшных картинах войны ему хватило с лихвой. Ты защищаешь не себя, а свой народ, свою родину, свою землю. Понимаете, вот такое ощущение было. Умрем, но не отступим. И оно так и получилось. Огромное поле. Ну, километр на километр. Все усыпаны трупами. И другой раз вот ночью проснусь, и что-то вот это вот все у меня в голове. В 1964 году Борис Иванович приехал в наш город. Здесь 36 лет проработал сварщиком на нефтепромыслах, вел активный образ жизни и занимался спортом. В свои 90 лет он был бодр, гостеприимен и с охотой рассказывал о периоде военных лет подрастающему поколению. Встречи с ним всегда вселяли гордость за подвиги дедов и прадедов и воодушевляли на новые свершения. Он очень интересный рассказчик, и поэтому его запомнят таким вот жизнелюбивым, радостным человеком. А он еще, у него ум был. Вот я 26 ноября, 91 год ему было, ходила его поздравлять. Он уже там сильно болел. Он говорил, у меня все-все болит. И так же сказал, что я, говорит, наверное, долго не проживу. Даже вот эти слова были. Похудевший очень был. И даже там он опять вот спрашивал, ну как, что у нас с ветеранами, не болеет ли никто. Даже вот сам болея, он спрашивал о других. Борис Иванович Неделько был награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией, а также юбилейными медалями. 24 июня этого года в честь самого первого парада победы на Красной площади в Нефтекамске состоялись персональные военные шествия для ветеранов. Своё почтение, уважение и благодарность представители администрации и артисты выразили ветерану Великой Отечественной войны Борису Ивановичу Неделько. Светлая память о ветеране навсегда останется в сердцах его близких и друзей. Памяти всех, кто его знал, и всех, кому довелось услышать его истории о периоде военных лет. У меня одно пожелание для молодёжи, одно. Любить свою родину, любить свой народ. И всё, больше ничего не надо. Любить свою родину, любить свою родину. Продолжение следует...